Продолжение следует... Да, ну, свет, вы знаете, естественный. Я, к сожалению, загородить совсем не могу. Ну, да, будем мириться так. Могу включить еще дополнительный свет, но он засветку не удалит. Сейчас даже шторы закрыты, поэтому, тем не менее, сквозь него свет пробивается. Ну что ж, давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Кто не знает, меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании DirectMedia. Как всегда, несколько вводных слов перед тем, как начать наш вебинар. Сегодняшнюю презентацию можно скачать в окошечке ресурсы. Окошко ресурсы можно включить при помощи кнопки, которая находится вот примерно в этом направлении. Кнопочка в виде открытой папочки, желтой. Когда вы будете на нее нажимать, то это окошечко будет последовательно исчезать и появляться. Скачать презентацию можно, нажав на изображение дискетки рядом с файлом, с именем файла. Именно дискетки, а не название. Презентацию можно использовать в ваших собственных интересах где-нибудь. Если вы будете рассказывать про нашу ЭБС, ну, желательно со ссылкой на нас, на меня, как на автора этой презентации, или вообще на нас, как на университетскую библиотеку онлайн. Кто зашел чуть попозже, я обращаю внимание в самом начале нашего чата. Если перемотать самое начало, есть две ссылки, по поводу которых обычно бывают вопросы. Первая ссылка – это ссылка на расписание наших последующих вебинаров. В этом расписании можно, расписание такое интерактивное, в нем можно одновременно записаться на все вебинары, которые мы наметили вплоть до июня месяца, и посмотреть записи тех вебинаров, которые уже прошли. Ну и, собственно, вторая ссылочка – это наш видеопортал на YouTube, на котором все наши вебинары хранятся. Это такой прямой способ зайти и посмотреть все наши вебинары. Я предлагаю вам подписаться на наш видеоканал, это будет для вас полезным. Следующий наш вебинар будет проходить послезавтра и будет посвящен вопросам авторского права в сети интернет. Должен быть достаточно интересный вебинар. Впервые мы его такой проводим. На него можно тоже подписаться, перейдя по ссылке расписания наших вебинаров. Что еще хотел бы вам сказать? Да, ну, как всегда, вызывает интерес вопрос о сертификатах. Мы уже почти месяц рассылаем всем присутствующим на наших вебинарах электронные сертификаты, бесплатно абсолютно. Единственная просьба, для кого это важно, пожалуйста, обратите внимание, чтобы зарегистрироваться под своим… ввести полное правильное фамилии и имя, отчество при регистрации и актуальный ваш e-mail, на который, собственно, и должен прийти ваш электронный сертификат. Ну и последнее, последнее вводное, перед тем, как начать вебинар, просьба, все ваши вопросы, именно вопросы, да, ко мне задавать во вкладочке «Вопросы», тогда они точно не потеряются, и я их в конце вебинара, ну или даже по ходу посмотрю. А те вопросы, которые будут в чате общие, я иногда могу пропустить, не увидеть, если какой-то интенсивный обмен мнениями идет в чате. Ну и вот по опыту предыдущей моей работы, если возникают какие-то зависания временные, вот, с моей стороны, просьба просто подождать несколько минут, я тогда перегружаюсь, и все становится снова нормально. Часто это вызвано, к сожалению, не проблемами на моем компьютере, а проблемами на сервере вебинарной комнаты. Ну, не так часто это бывает, но просто, чтобы это вас особо не беспокоило, просто подождите пару минут. Вот. Итак, ну что ж, начнем наш сегодняшний вебинар. Вебинар посвящен работе преподавателя ВБС Университетской библиотеки онлайн, а точнее даже не столько работе, сколько вопросу, что же именно преподаватель может от нас получить. Для чего ему Университетская библиотека онлайн и как он с ней может обращаться. Ну, давайте пойдем прямо по теме. Пару слов относительно нашей электронной библиотечной системы, системы Университетской библиотеки онлайн. Вот вы видите ее главную страницу. Габаритные параметры. Обращаю внимание, все эти цифры относятся не к компании Директ Медиа, а к Университетской библиотеке онлайн. Дело в том, что у нас есть же еще и вторая ЭБС, исторически первая ЭБС книгафонд, которая тоже принадлежит компании Директ Медиа с прошлого года. Вот так вот, если вместе с ней считать, то эти цифры будут больше. А сегодня мы говорим только об Университетской библиотеке онлайн. Итак, у нас примерно 450 вузов-подписчиков, вместе с книгафондом около 600, около четверти рынка ЭБС, более 400 издательств, из них более 150 вузовских издательств, более 200 четверти миллиона книгообращений в год, почти миллион пользователей и потенциальная аудитория, почти 2 миллиона учащихся. Не буду долго на этих цифрах скучных останавливаться, это чистые габариты. Обычно я представляю вам наш слоган «Больше, чем ЭБС». Почему мы так себя позиционируем? Прежде всего потому, что мы действительно больше, чем ЭБС. То есть мы пытаемся агрегировать самые разные формы электронного контента, не только книги, не только издания в соответствующих форматах и соответствующей структуры, но и нечто другое. Мы проводим мультимедиа контент, электронные учебные курсы, производим различные интеграционные работы. В частности, мы интегрированы со многими системами, такими как «Антиплагиат». У нас есть открытые проекты в нашей системе проектов, такие как «Энциклопедиум» и «Артпортал». Последний очень сильно развивается. Вот я в конце презентации расскажу о нем. Есть дополнительные сервисы, такие как «Печать по требованию». Ну и пару слов скажу о продвижении РИНС, о том, что у нас существует наш ЭБС. Да, ну вот тут слова «новый дизайн ЭБС» немного устарели. Он уже достаточно не новый, но тем не менее вот он такой. Давайте я пару слов расскажу, как просто… Если вы первый раз входите в наш ЭБС, что вы видите и что это за поля отдельные? Я буду… Здесь, к сожалению, мелко достаточно получается. Я буду повторять циферки. Значит, первое поле – это поле всех наших проектов. То есть с главной страницы ЭБС можно перейти в наш интернет-магазин, в нашу систему дистанционного обучения, в «Артпортал», в «Бизнес-библиотеку», в «Энциклопедиум», в «Школьный портал», в «Библиотеку нонфикшн» и так далее. Пункт 2 – это поисковое окно. И, ну, собственно, для всех современных информационных систем поле поиска – это, наверное, самое главное поле. И, скорее всего, 90% пользователей нашей библиотеки, особенно не библиотекарей, а конечных пользователей, таких как студенты и преподаватели, начнут искать свою книжку именно через поле поиска, а не через рубрикатор или какие-то другие более сложные способы. Вот, поэтому, вот, собственно, оно поднято на самый верх и является одним из самых главных. Третье поле – вот это вот – это ваш личный кабинет. То есть это то, что отличает ту ЭБС, которую вы видите перед собой, от того, что могут видеть ваши коллеги, войдя в нее под своим собственным логином и паролем. То есть тут могут быть ваши публикации, ваши поисковые выборки, ваша книжная полка и так далее. То есть, собственно, ваши какие-то собственные наработки, которые сохраняются от входа в входу в систему. 4 и 5. 4 и 5. Это, собственно, наш рубрикатор, разделы нашего контента. Наверху представлены в таком агрегированном виде. Вертикальное поле, оно более такое последовательное. Вот, это такой традиционный библиотекарский способ поиска литературы по разделам. Поле 6. Вот это вот поле. Это поле основных разделов нашей ЭБС. Тут в данном случае под разделами понимаются не разделы контента, а разделы в смысле сервисов. То есть, вот здесь выведены основные в виде таких вот иконочек, основные наши сервисы, которые работают в нашей ЭБС. Ну и пункт 7 на верхней части нашего сайта. Это такая вкладочка, она может изменять свой вид немножко при подключении различных систем. Это вкладка хелпа, обращение в нашу систему, в хелпдеск наш. И по этой вкладочке можно обратиться сразу к нашим админам. Если это происходит в рабочее время, но такое рабочее время плюс, это примерно 12 часов, в течение примерно 12 часов по московскому времени, с 8 до 8 или может быть даже немножко дольше, то скорее всего вам ответят прямо в прямом эфире. Если нет, то через некоторое время придет ответ на вашу электронную почту. Ну и подвал нашего сайта, его нижняя часть, это новости. Их очень полезно читать. Там, скажем так, не только вот такие светские для нас мероприятия, как участие в конференциях, но и очень важные новости, связанные с функционированием ЭБС, с законотворчеством, связанным с ЭБС, а также наши объявления для вас, такие вот как объявления о новых вебинарах или что-то подобное. Ну и, собственно, подвал сайта, в котором располагается меню. Это меню более подробное, чем где-либо наверху на сайте. Содержит и те пункты, которые есть там, и пункты более углубленные. Ну, особенно вот для библиотекарей, например, такие пункты, как там поиск по УГСН-Аксо, там и так далее, которые можно, собственно, только с вот этого вот подвала перейти. Поэтому его тоже пренебрегать им не стоит. Здесь много полезных функций. Ну и осталось, собственно, так, вот этой кнопочки уже нету, перейти на старую версию дизайна. Так что я ее просто зачеркиваю. Ну и осталось только кнопочки соцсетей, фейсбуковская кнопочка лайка и просто переход на наши соцсети в разные места на Facebook, в Twitter и во Вконтакте. Ну, в частности, в Facebook и во Вконтакте у нас ведется полноценные страницы с информацией, с новостями. Причем это разные страницы. В Facebook больше информация для библиотекарей, для профессионалов в области электронных библиотек. Во Вконтакте информация больше о нашем новом контенте, о тех книжках, которые появились в нашем интернет-магазине и в ВБС. Ну, собственно, сообразно тому представлению о соцсетях, кто где находится. То есть в Вконтакте больше пользовательская информация, в Facebook больше профессиональной информации. Первое. Ну и давайте перейдем, собственно, к функционалу. Первое и самое главное, что нужно для преподавателя, точно так же, как и студента, это, собственно, ридер, где происходит чтение наших книг. Ну, тут очень вкратце опишу наш функционал. Ну, ридеры есть ридер, да, собственно, они мало друг от друга отличаются, но, тем не менее, вот очень вкратце. Вот первые три вида кнопок вот здесь, они позволяют листать вперед-назад, в конец-в начало издания, либо явным образом набирать номер страницы книжки. Кроме того, эти кнопочки дублируются вот такими вот кнопками 15. Это кнопки листания вперед-назад более удобные, чем здесь. То есть такие крупные кнопки. Нажимая на них, можно легко листать. Поле 16. Вот это вот поле. Это поле поиска. Поле поиска по книге. Если в книге есть текстовый слой, а она не чисто, не просто сканированная книга, текстовый слой, как правило, существует, то посредством поиска можно перейти туда, к тому слово-словосочетанию, которое вы ищете. Ну, и ряд кнопок справа вот здесь вот. Кнопки операций над тем, что сейчас изображено. Первая кнопка 4, вот эта вот. Сейчас я сотру слишком много уже, начеркал. Вот этого кнопка 4. Это достаточно интересная кнопка. Это кнопка взятия кода, при помощи которого... Николай Сергеевич, давайте я... У меня свой темп. Если для вас это быстро, у меня есть для вас способ. Вы потом посмотрите запись в увеличенном темпе. Вы знаете, в YouTube есть такой способ увеличить темп. Я постоянно им пользуюсь, когда смотрю свои и чужие вебинары. Кстати, и вам советую. Просто делайте скорость умножить на полтора или на два, и не тратите лишнее время. И вам советую. Это вот как ноу-хау, если что-то кажется слишком медленным. Итак, это кнопочка для тех, кто хочет вставить кусочек книжечки в свой собственный блог, на свой сайт, или куда-то в свой электронный курс. Есть такая возможность. Вставляется сразу... Вся вот эта читалка вставляется. Это абсолютно легальный способ вставки информации из нашей ЭБС в свой собственный ресурс. Мы называем эту функцию ЭБС как сервис. Кнопочка 5 – это для того, чтобы сообщить нам о своих ошибках. О наших ошибках, прошу прощения, если вы вдруг заметили. Кнопочка 6 – вот эта вот. Это возможность взять примерно до 10-15% книжки в виде... скачать в виде PDF-файла. Кнопочки с 7 по 11 – это кнопки для управления масштабом, воспроизведения, выравниванием и так далее. Кнопка 12 – для того, чтобы посмотреть чистый текст. Кнопка 13 – напечатать и 14 – перегрузить страничку. Что еще у нас есть, кроме, собственно, читалки для преподавателя? Роль преподавателя – она особенная роль. Это роль средняя между библиотекарем и студентом по своим возможностям. Вот часть тех возможностей, которые я показываю, она доступна и студентам, и преподавателям, а часть только преподавателям. Ну, вот это вот доступно и студентам тоже. Следующий момент. Значит, в нашей читалке можно сохранить цитаты и комментарии, с тем, чтобы потом использовать их в своих собственных произведениях. Это, ну, больше, конечно, это, наверное, нужно студенту для работ над эссе и рефератами. Ну, возможно, и преподавателю тоже пригодится. Да, ну, и это вот потом можно использовать в конструкторе рефератов нашем, так называемом, в котором можно конструировать уже рефераты внутри. Я, правда, предпочитаю делать это, конечно, внутри офисных продуктов, но можно основные цитаты собирать сначала в наше ЭБС и только потом их уже переносить в конечный ваш продукт. Вот еще две интересные функции, о которых я хотел сказать. Функция библиографического описания, которая, обращаю внимание, доступна не только в момент чтения книги, а еще в момент подбора книги, когда вы находитесь либо в поисковой выдаче, либо смотрите книжки какого-то раздела, то вот у вас доступны такие вот кнопочки, которые позволяют вам получить библиографическое описание еще до чтения. Это очень удобно, потому что, когда вы уже перешли к чтению, это некий акт вы совершили, вы уже решили, что эта книжка вам интересна. Библиографическое описание часто нужно до того. Библиографическое описание дано в форме библиографического описания для электронных книг, то есть в нем есть вот это вот... Вот отсюда вот начинается и до конца, начинается та часть, которая определяет библиографическое описание как описание именно электронной книги. Вот это библиографическое описание точное, его можно использовать особенно для студентов, очень удобно, которые еще не знают, как, собственно, обращаться с библиографическими описаниями, как точно их делать. Вот это очень удобно, потому что здесь они в правильной форме находятся так, как надо по ГОСТу. Ну и во многих книгах, не во всех, правда, но в большинстве, особенно в последних книгах, точно так же можно открыть, не переходя к самой книге список литературы, тот список литературы, который в этой книге приведен, он оцифрован, его можно просто копипейстом забрать и опять же использовать в своем произведении, в реферате или в эссе. Это тоже очень удобно. Это удобно и для других вещей, о которых мы поговорим чуть позже. Да, ну и сейчас на это у нас времени нет, потому что эти ролики, ну, относительно продолжительные, каждый ролик примерно по 11 минут, но вот более подробно с чтением и особенно с экраном, с ознакомительным экраном вы можете познакомиться вот в этих учебных роликах, которые есть на нашем канале на YouTube. Вот их ссылки. Ссылки также есть вот в окошечке ресурса. Можете прямо сейчас вот так вот глянуть. И еще один ролик, который я хотел бы вам порекомендовать, это вот этот вот учебный ролик. Сейчас я его ссылочку кину в чат. Это ролик, который подробно описывает систему поиска в нашей ЭБС, ну, включая и расширенный поиск тоже. В принципе, там, конечно, почти все прозрачно, но, по крайней мере, мы такой интерфейс пытались сделать. Но, тем не менее, есть некоторые нюансы, которые могут показаться вам интересны. Эти же ролики, если у вас вдруг станет задача каким-то образом просветить ваших студентов, ведь студенты, не скрою, как правило, ходят в ЭБС исключительно через своих преподавателей, то есть когда преподаватели сказали, что в ЭБС есть вот такая вот книга, ее надо изучить, тогда они придут. Сами по себе они ходят туда не так часто. Так вот, если нужно этих студентов каким-то образом ввести в курс дела, они начинают задавать вопросы, то вот эти три ролика, они, в принципе, объемлют почти всю, весь необходимый функционал, который у студентов есть. Ну, и у преподавателей, разумеется, тоже. Пару слов еще о том, что, как можно работать с ЭБС. Очень интересный способ работы, не интересный, а очень функциональный, правильный, эффективный способ работы над ЭБС, это составление своих собственных выборок. Свои собственные выборки, как правило, производятся после поиска литературы. Вот в процессе этого поиска можно формировать так называемые поисковые выборки. Поисковые выборки – это набор литературы, который вы галочкой отметили при поиске. Итак, давайте я вот сейчас ряд слайдов пропущу. Вместо этого покажу вам кусочек, видеоролик короткий минут на пять, который вам пояснит, как работать с поисковыми выборками. Для этого я сейчас загружу этот ролик. И запущу его. В процессе показа я временно себя отключу, но в чате я, разумеется, остаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день, меня зовут Павел Калиников, а мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Тема нашего сегодняшнего видеоролика – поисковые выборки. Функционал поисковых выборок доступен всем ролям университетской библиотеки онлайн – и студентам, и преподавателям, и библиотекарям. Это один из ведущих функционалов, и мы сейчас его рассмотрим. В настоящий момент мы находимся на главной странице университетской библиотеки онлайн, и чтобы попасть в раздел поисковых выборок, выберем кнопку «Мой вуз». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события», и на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово «Скорбь». Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. А теперь произведем поиск. Мы получили какую-то поисковую выдачу, давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. Теперь мы можем нажать на кнопочку «Сохранить выборку». При сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена. Чтобы выборка появилась в личном кабинете, необходимо перегрузить страничку. Теперь мы видим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием «Книга русской скорби». Нажимаем на нее. Появляется список из шести книг. Любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название. Удалить его. Или скачать список в виде Excel файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений о интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах. В чате некоторая полемика по поводу ссылки. Я прошу прощения. К сожалению, насчет качества изображения. Наша вебинарная комната допускает, к сожалению, подгружать файлы размером не больше 20 мегабайт. Поэтому приходится слегка уменьшать разрешение ролика, чтобы его вам показать. Ну а на YouTube ролик хранится в полном качестве. И там, в принципе, гораздо лучше все можно увидеть. Поэтому я эту ссылочку привел. Сейчас, кстати, еще по поводу нашего видеоканала поговорим немножко. А пока давайте пару слов скажем по поводу отображения в нашей ЭБС вашего рейтинга в РИНС. Что для этого надо? Прежде всего, что для этого надо, чтобы нормально отображался в ЭБС. Я попросил вопросики, пожалуйста, переносите во вкладку «Вопросы», иначе я потом не успею, могу пропустить их в конце вебинара. Итак, значит, для того, чтобы использовать РИНС, возможности по РИНС вам надо прежде всего нормально зарегистрироваться. Это, в общем, звучит достаточно банально, но вам надо себя полностью и правильно, без пробелов, без лишних значков зарегистрировать в системе. Ну или если это делает библиотекарь, попросить его это сделать полностью, а не просто, как это часто бывает, в имени отчества поставить инициалы. Ну и вот здесь вам надо, конечно, свой актуальный e-mail поставить. Для примера я привел внешний вид личного кабинета некого виртуального пользователя. Ну, я вот специально завел, чтобы достаточно богатый РИНС был, вел известного человека, Нобелевского лауреата, Абрикосова Алексея Алексеевича, и посмотрел, как же он отображается в нашей ЭБС и что происходит. Значит, в его личном кабинете появляется вот эта вот информация, которая берется из регистрации, и есть вот эта вот кнопочка показателей РИНС. После этого мы на нее нажимаем, и отображается вот этот вот практически все то, что вы видите и на сайте e-library, где находится вся эта информация, откуда она интегрируется к нам в систему. Все основные показатели, такие как индекс Хирша, число публикаций и так далее. Ну, тут обращаю ваше внимание, что тут реального Абрикосова, конечно, индекс Хирша не 24, а там зашкаливает за 60. Ну, к сожалению, вот это та цифра, которая приведена в e-library, то есть то, что мы имеем на сайте, который этот РИНС подсчитывает. Ну, и есть один нюанс вот здесь, вот эта вот кнопочка, которая большинству может и не понадобиться, это SPIN, это ваш ID в системе e-library. Нужен он только тогда, когда у вас в системе есть полные тезки, то есть люди, у которых полностью фамилия, имя, отчество совпадает с вашими. В этом случае при интеграции может случиться так, что первый по списку человек из лайбрари возьмется вместо вас. В этом случае вы просто должны будете вручную завести вот эту вот информацию e-library, ваш ID, и тогда эта информация вот здесь вот исправится. Но дело в том, что РИНС это не только отображение, да, собственно, ваши показатели цитируемости, вам нужны не только их посмотреть, но каким-то образом улучшать. Электронная библиотечная система это вот такой вот способ увеличения ваших показателей. Каким образом это происходит? Ну, дело в том, что электронная библиотечная система это система с увеличенным ссылочным, ну, не побоюсь этого слова, метаболизмом. То есть время ссылочной реакции, когда публикации и чтение, потом дальнейшие публикации со ссылками на предыдущую прочитанную литературу. Если все это происходит в электронной среде, то все это происходит быстрее, нежели посредством бумаги. Поэтому мы предлагаем нашим преподавателям активнее участвовать в авторской работе внутри нашей ЭБС, публиковать свои учебники, учебные пособия в электронном виде у нас, и таким вот образом увеличивать уже свою ссылочную базу за счет увеличения числа читателей в электронном виде, ну и за счет увеличения скорости обмена информацией с e-library, с которой мы сотрудничаем и передаем информацию об опубликованных у нас книжках. Вот таким вот образом увеличивая, тут есть вот несколько слайдов, которые, это слайды я взял у Константина Николаевича Костюка, вот его слайды, и вот очень хороший вот такой вот круговорот он нарисовал, да, вот текст прочитанный, цитируемый и снова текст, да, вот они обращаются гораздо быстрее, чем через бумажную литературу. Ну, если скорость процесса публикации, например, книжная, это, как правило, полгода, а то и больше, то у нас это может быть месяц-полтора месяца, да, вот за счет совмещения таких вот вот этих вот электронных процессов происходит убустрение процесса не только самого чтения, но и цитирования тоже. Вот это то, что я хотел бы сказать по поводу индекса цитирования. Что касается вопросов того, как с нами сотрудничать автором, у нас будет отдельный вебинар по этому поводу, если не изменяет память, это марта или апрель, там будет подробно это объяснено, но, в принципе, вопрос очень простой. Вы связываетесь с нами, с нашими редакторами, и они вам все объясняют, это не так сложно. В некотором смысле гораздо проще, чем при общении с издательством, с любым издательством, с которым вы можете иметь дело, обычным издательством бумажным. Да, ну, это вот я так словами рассказал. Да, ну и опять я вот сейчас покажу те два кадра, которые уже показывал. Это библиографическое описание и список литературы. И в данном случае хочу отметить с другой стороны это. Вот такой вот аппарат, он именно как раз и служит увеличению скорости вот этого ссылочного метаболизма. Потому что, когда человеку просто цитировать, мы даем возможность просто копипейстом сослаться на кого-то, да, то для многих людей, как ни странно, именно необходимость руками писать вот все эти библиографические описания, они являются неким преткновением, камнем преткновения для того, чтобы обильно и правильно цитировать, да. Вот здесь, по крайней мере, с технической точки зрения мы позволяем это сделать достаточно просто. И таким образом вот этот вот метаболизм ссылочный увеличиваем. Ну, что еще может преподаватель сделать в нашей ЭБС? Это добавить, создавать свою среду выбранных учебников для своей дисциплины. Для этого он может в своем личном кабинете добавить базовый учебник, и этот базовый учебник будет виден вот в данном случае. Елена Ивановна, мы тут не будем сейчас дискутировать по поводу правильности библиографических описаний. Вопрос этот дискуссионный даже в среде библиографов, да, коим я не являюсь. Вот, ну, хочу сказать, что наши библиографические описания, в общем, созданы профессиональными библиографами. Если есть желание поспорить, милости просим, спасибо, если у вас есть конкретные замечания, я могу им передать, да. На самом деле не такой простой вопрос. Вопрос. Многие вещи в ГОСТах определены не настолько точно, чтобы можно было говорить о точном библиографическом описании, какой должен быть вид. Да, тут есть, я знаю просто, что есть разные точки зрения на этот вопрос. И ГОСТ с 2001 года, и последующие ГОСТы, они, в общем, частично определяют некоторые вещи, поэтому вот сейчас вот на этом не будем останавливаться. Лена Ивановна, не знаю, что вы имеете в виду, давайте это обсудим с нашим хелпдеском или с нашими... Не знаю, пока первый раз слышу о такой проблеме. Давайте я подключу к ней наших библиографов, попробуем что-то вам по этому поводу ответить. Ну, Елена Ивановна, я не библиограф, я просто знаю, что другие библиографы смотрели, и наше описание им показалось правильным. Не буду отвечать на этот вопрос сейчас, потому что, ну, наверное, вы больше знаете здесь, в этой области. Я могу только обещать передать вот эту информацию нашим библиографам. А, итак, следующая функция вот такая вот, это создание структуры своих нужных для вашей дисциплины учебников в вашем личном кабинете. Ну, и еще один путь, еще в чем может участвовать преподаватель, это в описании книгообеспеченности. Книгообеспеченность, конечно, в основном головная боль вашей библиотеки, но не только. Как обычно в формировании книгообеспеченности участвует как кафедра, так и библиотека. И кафедра тоже отдает свои предпочтения по книгам, какие нужны в библиотеку. Уже библиотека их включает в книгообеспеченность дисциплины в том случае, если эту книжку можно достать каким-то образом. Либо она есть в фонде, либо ее можно закупить, либо она есть в ЭБС. Вот в этом смысле у нас есть возможность поучаствовать преподавателю в книгообеспеченности таким вот образом. И у нас обычно я вот этот пункт даю библиотекарям, но вот вкратце расскажу и преподавателям. Смысл в том, что у нас в системе книгообеспеченность ее можно не руками создавать, а она уже предсоздана при помощи двух механизмов. Первый механизм – это на основе переданных нам рупов от вузов мы создаем некий образ книгообеспеченности для каждой дисциплины. При этом используем FGOS 3, где эти дисциплины были прописаны. Потом, как вы знаете, в FGOS 3 плюс они исчезли. Но, тем не менее, на что-то надо опираться. Вот мы взяли FGOS 3 для этого. И второй – это, собственно, книгообеспеченность рекомендательная, так называемая, которая консолидирует информацию от других вузов о том, кто как использовал книжки. И посредством их рекомендательной рекомендации эти книжки появляются у вас в книгообеспеченности именно в тех дисциплинах, в которых они были обозначены в вузах. Ну, по поводу, не буду очень много распространяться по поводу внешнего вида и функционала. По этому поводу, если кто-то серьезно заинтересуется, я прошу обратиться к записи вебинара, который, собственно, книгообеспеченности был посвящен. Ну, вот просто покажу, как выглядит рекомендованная книжка. Она подсвечивается зеленым фоном. И вот здесь появляется верхний индекс. Это количество вузов, которые порекомендовали эту книжку включить в книгообеспеченность по данной дисциплине. Следующий пункт, который я хотел бы осветить, это что делать преподавателю, если возникли какие-то затруднения. И тут есть вот такой вот четырехстадийный путь. Первый путь – это наш учебный канал на YouTube, на котором есть примерно полтора десятка учебных роликов, при помощи которых можно разъяснить работу той или иной функции, включенной функционалом нашей ЭБС. Ну, второй путь – это поучаствовать в вебинарах, тот путь, который вы сейчас практикуете. Хочу обратить внимание, что вебинары могут быть не только те, которые мы введем в соответствии с нашим расписанием, но и вуз может заказать у нас бесплатный вебинар для своих сотрудников по выбранной теме. Для этого просто надо обратиться к своему менеджеру. Третий путь – это, собственно, техподдержка. Обратитесь к нашим админам, и они вам всегда помогут. Ну и последний путь, если уж ничего не помогло, это тогда персональный менеджер, который обязан разрулить всю ситуацию. Наш видеопортал, в самом начале чата была ссылка на него. Ну, давайте я вам на всякий случай еще раз дам эту ссылочку, потому что, на мой взгляд, она достаточно важна. Мне вообще очень нравится решать все вопросы через учебные ролики. Как правило, во всех информационных системах современных есть ряд учебных роликов, которые поясняют работу с ним. И вот у нас то же самое, поэтому я еще раз обращаю внимание на вот этот вот путь. Так, у меня почему-то выключилось изображение цветом. Так, да, что у нас есть там? Значит, у нас там есть плейлисты «Работа с учебным порталом LMS». Вот второй, самый главный для вас, вот этот вот пункт «Функционал ЭБС. Университетская библиотека онлайн». Там лежат учебные ролики. Третий – это плейлист «Вебинары», где примерно в течение недели после проведения вебинара возникает его видеозапись. Ну, также выступление на конференциях и так далее. Ну, и пункт, который может быть интересен тем, кто активно занимается электронным авторским контентом. Это вот «Практикум автора учебного контента». Вот этот вот пункт. Там видеоролики связаны не с ЭБС, а с тем, как создавать электронный учебный контент, интерактивный контент и так далее. Про вебинары не буду говорить много. Вы знаете, когда-то говорил, сейчас уже и так все знают, что вебинары – это хорошо, и в них можно участвовать. Ну, собственно, техподдержка, да. Обращение к техподдержке возможно тремя способами. Первый – это вот, собственно, нажать на вкладочку, которая есть на любой странице нашей ЭБС. Вот этот первый путь. И написать вот здесь вот ваш вопрос. Второй путь традиционный через e-mail. Help.directmedia.ru. Просто задать по почте свой вопрос. И третий путь – это позвонить по бесплатному телефону. Вот поэтому с любой точки России этот звонок бесплатный, и можно им воспользоваться, задать вопрос непосредственно администраторам. Ну, и если ничего не помогает, можно обратиться к какому-нибудь вашему… к вашему персональному менеджеру, который прикреплен к вашему ВУЗу. По поводу электронного обучения в нашей системе у нас есть большой портал, который раньше назывался «Электронные курсы». Сейчас он называется «Директ Академия», в котором каждый преподаватель может попробовать себя в качестве автора электронных учебных курсов в системе дистанционного обучения. У нас есть в этой системе ряд бесплатных курсов, которые преподаватель может пройти для того, чтобы стать автором учебного курса в системе Moodle. Ну, и вот ряд авторов у нас уже сделали свои курсы и предлагают их уже на платной основе в качестве электронных курсов для широкого круга потребителей. Так, что еще? Да, ну и частью работы нашей команды, связанной с электронным обучением, часть работы – это курсы, которые мы предлагаем от своего имени. У нас есть ряд спикеров, ряд авторов, которые предлагают свои курсы, уже готовые качественные курсы в качестве возможности обучиться преподавателям по какому-то из направлений. Ну, вот один из курсов предлагаю я, такой он начнется уже завтра. Если кому-то интересно, вот его ссылочка на него, можете пойти посмотреть. Не буду долго по этому поводу говорить. Вот этот курс – 10 вебинаров, 15 тем по теме профессиональная работа электронного учебного контента. Если кто-то захочет, вот прямо завтра начинается этот курс. Ну и в конце я хотел бы рассказать о наших свободных проектах, об арт-портале и энциклопедиуме. Арт-портал – это сборник, ну вообще говоря, сборник иллюстративной базы по проблемам искусства. Но, конечно, не только иллюстративной базы, но и много там описаний хороших. За последний год сильно развивался наш портал, развивался в двух направлениях. Во-первых, расширялась, собственно, вот эта иллюстративная база. Во-вторых, она серьезно была улучшена. Часть изображений в высоком качестве появилась. Да, ну, давайте я покажу тут вот эту ссылочку. Ну, собственно, с главной страницы сайта ЭБС можно по этой ссылке перейти и посмотреть. Арт-портал – это бесплатный сервис, но в нем есть, внутри него есть подписной сервис, который называется Арт-отека. Сейчас я о нем говорю. Сейчас я о нем отдельно поговорю. И именно этот сервис позволяет при подписи на… После того, как вы подпишетесь на этот сервис, в Арт-портале становятся доступны изображения в высоком качестве. Ряд, да, ну вот, габаритные параметры, жанры, стили, не буду об этом много говорить, а вот об Арт-отеке немножко скажу. Почти 40 проектов Арт-отеки опубликованы. Что такое Арт-отека? Арт-отека – это подписной сервис, хотя на нем есть ряд бесплатных проектов, которые можно посмотреть. Это проекты, связанные с… Что они себя представляют? Это странички или, как сейчас принято говорить, лонгриды. То есть длинные страницы с большим количеством иллюстраций, с интерактивными функциями, с разными другими интересными вещами. Давайте я вам сейчас один из проектов покажу. Один из самых интересных. Это проект «Явление Христа народу». Интерактивный проект с так называемым интерактивным путешествием по произведению. Произведение в высокой четкости выложено. И, ну вот сейчас, одну минуточку, сейчас вам дам ссылочку на него. Одну минутку выложу прямо вот сюда, для того, чтобы вы могли посмотреть. Это один из открытых наших проектов, что из себя представляют наши проекты. Вот здесь вы можете ознакомиться. Мне кажется, этот проект должен вам понравиться. По поводу ортотеки у нас будет несколько вебинаров весной. Я милости просим на эти вебинары. Я надеюсь, будет интересно вам. Вот один из видов интерактивного содержания в ортотеке. Вот такая вот ось времени, в которой расставлены произведения искусств. Вот здесь вот годы, в которые созданы произведения. Здесь сами произведения. Их описание. И если нажать вот сюда, то можно перейти к крупному изображению уже внутри нашего арт-портала. Ну и, да, ну другой здесь не показан вид. Вы сами посмотрите по ссылке. Это интерактивное путешествие, когда одна большая картина в очень высоком разрешении. Разрешение гигапиксельное, так называемое, когда изображение картины примерно там 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Огромное такое изображение. Вот при помощи специального интерактивного механизма можно по нему ходить, увеличивать отдельные участки и комментировать их, снабжать дополнительной информацией визуальной и текстовой. Ну и последнее, это энциклопедиум. Вот по этому адресу он хранится. nk.biblioclub.ru Это выборка энциклопедических ресурсов из ЭБС нашей. Ну если в ЭБС они доступны по подписке, то здесь они доступны в прямом доступе. Ну пару слов. Это открытый проект. Оба эти проекта, несмотря на то, что они вот такие вот чисто контентные, на самом деле, конечно, они имеют большое значение как дополнительный учебный материал. Ну во-первых, энциклопедистика вообще находится рядом с понятием обучения и без энциклопедии очень трудно. Без энциклопедии, справочников, словарей трудно представить обучение. Что касается иллюстративной базы, то современный контент, он строится по принципу богатой иллюстративной базы. Поэтому любой человек с высшим образованием, и студент в том числе, который окончит вуз когда-то и начнет деятельность свою контентную, должен быть немножко билд-редактором. То есть сейчас существовать в медийной среде современной и не будучи вот таким вот билд-редактором, это уже нонсенс. Поэтому подбирать где-то иллюстративную базу всегда надо, и надо уметь это делать. Поэтому вот первый проект Art Portal, он связан как раз с подбором иллюстративной базы для своих произведений, для рефератов, эссе и, может быть, дипломных работ и выше. Энциклопедиум, он обеспечивает словарную энциклопедическую поддержку тоже для учебной работы. Конечно, можно сказать, что есть Вегипедия, есть в свободном доступе некоторые энциклопедии. Но здесь немножко иной аспект. Здесь представлены энциклопедии, словари и справочники, которых иной раз в другом виде и не достать. Специфические такие могут быть по направлениям деятельности. Поэтому, конечно, этот проект параллельный, он никаким образом не противоречит возможностям остальным открытым сети. Но, тем не менее, вот около тысячи электронных справочных словарных изданий, почти полтора миллиона словарных статей. Трехуровневая навигация, удобная по всем статьям. Поиск со сниппетами, как мы привыкли, то есть с участками текстов. Формат изданий, как текстовый, так и PDF. Различные есть варианты. Ну и встроенный очень простенький ридер. Гораздо проще, чем тот, который в EBS. Просто вперед-назад для просмотра таких вот изданий. Вот, собственно, и все. Как раз вот в час я уложился сегодня. Давайте я посмотрю вопросы, которые были. Так, вопрос по вебинару. Я передам тому человеку, который у нас вебинарами занимается. А, ну только просьба. Продолжение следует... 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 по поводу библиографических описаний я перешлю нашим библиографам. Пусть думают и связываются с вами тогда. Как зарегистрироваться на вебинар, как же нету, он есть. Так, может быть, сейчас я посмотрю. Одну минуточку. Седьмого. Давайте еще раз я вам дам. Вот он здесь на самом видном месте. На странице вебинаров он прямо вот светит вам в лицо. Самый первый Константин Леонтьев ведет вебинар. И внизу под названием есть слово зарегистрироваться. Ну, собственно, мне не сложно. Давайте я дам прямую-прямую ссылку прямо в чате, чтобы вы могли зарегистрироваться. Одну минутку. Вот так вот. Вот. То есть зарегистрироваться можно прямо сейчас. Коллеги, спасибо вам, что вы все пришли и меня прослушали и высказали свои замечания, которые я передам. Приходите на наши следующие вебинары. Милости просим. Их будут ввести как я, так и многие другие наши приглашенные эксперты. Константин Николаевич Костюк, наши сотрудники и так далее. На сегодня тогда всего доброго. Спасибо, что пришли. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok